покупай продаешь и углы, поговорю о таких. А ремонт ты делал у каких-то строителей профессиональных? Да, у нас есть свой. Ну, мы пару раз обожглись на ремонтах. В итоге нашли испанцев, они очень хорошо делают и ответственны. Цена хорошая в общем. Ну, относительно рынка и так же. Нешевая, просто строительная. А ты смету не сравнивал и у нас другие? Ну, сравнили. Да? То есть несколько? Да, то есть, мы не просто его нашли на улице, но мы его посоветовали точно так же. То есть, он тебе дает смету сначала, да, полную? Ну, он приходит и говорит, что ты хочешь, потому что все зависит от этого. Ты можешь хотеть просто обновить, можешь хотеть переместить стену. Или что еще, если ты перемещаешь там стену, что ты меняешь планировки, это совершенно другая цена. Ты просто ему говоришь, что ты хочешь, он тебе считает примерно. Ну, а не получится, что он там посчитает тебе на 20 тысяч, а потом скажет 40 давай. Он ничего не сделает, пока ты не дашь ему на это добро. То есть, он тебе скажет, вот это будет стоить столько, ты можешь материалы сам покупать, можешь ему доверить, он тебе будет приносить чеки, ты будешь просто… Я имею в виду, что не касается, там, плитки, которые ты будешь выбирать сам, или ламината там и все остальное. Плюс он сам все забирает, у него свой трак-машину. То есть… И сколько делалось ремонт вот на эту квартиру? Самое долгое в ремонте – это получение всех вот этих разрешений. с разрешениями. Когда он делал, мы делали сейчас последнюю квартиру, он нам встал, значит, по времени сейчас я скажу, наверное, около месяца. Он делал. Ну, это быстро очень, это очень быстро. И то, как бы, он дал нам, сказал, что будет медленнее, ну, побыстрее все, и немножко он затянул там. Ну да, в этом бизнесе это абсолютно нормально.